Так, смотрим. Потолок улетел после дождя. Вот это вот всё у нас на постели. Постель вся испорчена. Побелочка вся у нас на столе, на полу. Это всё началось 24 мая. С 24 мая мы, ну как я, в принципе, вот Лариса мне помогала. Ну я закрылся. А он лежал так под одеялом. Под одеялом, потому что лилось так, что... Ну он же сделать ничего не может. Я инвалид второй группы. Мы написали, вызвали всех, как это называется, которые... Инспекция, да, и жилая инспекция, Роспотребнадзор, всё писали прокуратуру центрального района. Ноль ответа, просто нет ответа. То есть человек умер как будто бы. Ладно, прошло там месяц, там два месяца. Уже полгода почти прошло. С мая месяца. Вот такой беспредел, да. Раньше такого не было. Да вообще даже... Как это? Ну а насколько вы могли бы оценить вот именно тот ущерб, который вам был нанесён? Ну приблизительно хотя бы. Ну приблизительно где-то... Ну 500 тысяч где-то. Ну где-то да. 400-500 тысяч. Они предложили 19777. Вот урона вот недавно получили. Частично восстановили. Они должны статья 161, по-моему, да, 161 статья Гражданского кодекса, они обязаны восстановить то, что они натворили, то есть по их невине, что произошло. Сейчас пока не льётся, да. Да, восстановили там всё, но как бы... Но когда ветер сильный, то из этих щелей, которые выпали, вот эти щели, вы видите, да, межбетонные вот эти, вот, то оттуда песок, просто песок и разные живности, то есть там макрицы, разные там тараканы, пауки, пауки, вот да, это сам в основном. Спасибо.